4 мая в Баку на турнире WFCA 48 состоится чемпионский бой в полулегком весе между Салманом Жамалдаевым и Магомет Расулом Хазбулаевым. Это будет уже вторая встреча бойцов. Первой очной дуэли победу единогласным решением судей одержал Жамалдаев. Жозе Алда в своем последнем интервью заявил, что Фрэнки Эдгар совершил большую ошибку, согласившись драться с Брайаном Артегой на UFC 222 после того, как Макс Хэллоуэй выбыл из-за травмы. Это новое поколение, которое приходит на смену нам, заявил Альда. Возраст безжалостен ко всем, так что такого рода события являются нормой. Для меня это не стало сюрпризом. Я просто думаю, что Эдгар совершил большую ошибку, согласившись драться с Артегой, который является очень крутым бойцом. Он должен был драться за титул, рискнул всем и проиграл. Теперь ему придется все начинать сначала. Что касается титульного поединка между Хэллоуэм и Артегой, Альда затрудняется назвать фаворита в данном противостоянии. На бумаге это выглядит как очень равный бой. Оба обладают примерно одинаковым размахом рук, но никто из них не является большим специалистом в стойке. Единственная специализация, которую я вижу, это гильотина Артеги, которая действительно впечатляет. Но Макс не даст перевести себя вниз. Он останется в стойке, так что я думаю, в поединке все решится на ногах. Для меня лучшим сценарием станет победа Брайана, потому что в этом случае у меня будет больше шансов снова сразиться за титул. Бывший чемпион страйкфорса UFC Люк Рокхолд объяснил, почему такие люди, как Йоэль Ромеро, которому он проиграл на UFC 221, ему не по нраву. То, что ему позволили вот так запросто пересечь клетку и подойти к сопернику, это просто смешно. Мне не нравится, как Ромеро себя ведет. Он немного фальшивый. Он открывал рот, когда я был чемпионом. Говорил всякое дерьмо про меня. Но это он попался на стероидах. Да, он вышел сухим из воды в итоге, но пусть валит к чертям. Ты должен знать, что попадает в твой организм. Я устал от таких людей, которые просто пытаются найти лазейку и обходные пути. Я никогда не читерствовал в своей карьере. Я всегда выбирал честный путь. К сожалению, по этому пути идут не все, сказал Рокхолд. Мирка Крокоп не оставил без внимания нападки в его адрес со стороны Роя Нельсона, который обвиняет хорвата в употреблении запрещенных веществ. Дорогой Рой Нельсон, тебе не стоит беспокоиться о специальных добавках, о которых ты заявил, потому что единственными специальными добавками, которые я принимаю, являются две тяжелых и кровавых тренировки в день, пять дней в неделю. И меня будут проверять, как и всех остальных в течение всей подготовки к нашему бою, перед ним и сразу после него. Так что ты лучше не беспокойся насчет этого, а начинай придумывать оправдания, которые тебе обязательно понадобятся, когда я надеру твою жирную, неуважительную задницу. У тебя еще достаточно времени до 25 мая, и пожалуйста, сделай мне одолжение, сбрей эту отвратительную бороду, выгляди как профессиональный боец и прояви уважение к сопернику. Удачи! Напомним, Мирка и Рой Нельсон встретятся 25 мая в рамках турнира Биллатор 200 в Лондоне, Англия. По слухам, нынешний чемпион UFC в наилегчайшем весе Диметриус Джонсон сделает большое объявление в сегодняшнем выпуске часа ММА с Ариэлем Хальвани. Хотя характер ожидаемого объявления могучего мышонка еще не подтвержден, но как ожидается, оно будет связано с его возможным супербоем с чемпионом UFC в легчайшем весе Ти-Джеем Гиллашоу. Предполагается, что этот бой должен состояться утром 8 июля в Лас-Вегасе на UFC 226, и он будет предварять главный бой ивента Кормье Меочич. Боец UFC на легчайшем весе Генри Сихуда дал свой прогноз на вероятный бой чемпиона UFC на легчайшем весе Диметриуса Джонсона и чемпиона в легчайшем весе Ти-Джеем Диллашоу. Честно говоря, я считаю, что Диметриус размажет Диллашоу. Я говорил это раньше, я думаю, что решающей будет проблема с весом. Все решится тем, как Ти-Джеем сбросит дополнительные 10 фунтов и восстановится на следующий день. Это будет самым большим фактором в бою. Я говорил со многими парнями, которые спускались в весе, сделать эти дополнительные 10 фунтов большая задача. Если бы бой проходил в легчайшем весе, это был бы совершенно другой бой. Рори Макдональд прокомментировал вызов, брошенный ему Геограда Мусаси. Напомним, пару дней назад Мусаси в интервью Эриэлю Хальвани заявил, что в будущем был бы не против провести бой против действующего чемпиона Беллатор в полусреднем весе Рори Макдональда. На это Красный Король ответил следующим образом. Безусловно, если я проведу защиту титула, то в следующем бою с удовольствием подерусь за пояс в среднем дивизионе. Я знаю, что Мусаси будет драться в мае, и это будет хороший соперник на титульный бой для меня. Поединок с Карваля тоже будет хорош, и я бы хотел встретиться с любым из них. Один из самых зрелищных рубак среднего веса, Энтони Смит, принял решение перейти в полутяжелый дивизион. В своих соцсетях он объяснил это тем, что из-за сложного процесса сгонки веса, он не чувствует, что может обеспечить фанатов зрелищем, которого они на самом деле заслуживают. Хм, что вот прям ради нас фанатов? Окей, двигаем далее. Чемпион Беллатр в легчайшем весе Дарион Колдуэлл хочет стать первым чемпионом Беллатр в двух весах, и для этого не против встретиться с чемпионом полулегкого дивизионного Патрисио Фрейре. Я просто хочу биться с каждым. Мне совсем не интересно встречаться с парнями, с которыми я уже дрался. Если быть честным, то я не имею ничего против братьев Фрейре. Просто мне нужен пояс в полулегком дивизионе. Он просто стоит препятствием на моем пути к цели – стать чемпионом Беллатр в двух весовых категориях. Ответ Фрейре не заставил себя ждать. Он заявил о готовности провести такой бой, и то, что он мог уже состояться, еще до поединка бразильца с Даниэлем Вайхелем. Так что организация этого боя сейчас в руках матчмейкеров Беллатр. Чел Сона на своем подкасте Beyond the Fight обсудил будущее экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Джорджа Сен-Пьера. Он вернется и будет драться с Коннором, что станет самым большим боем в истории ММА. Оба хотят построить наследие и все такое. Но еще есть кое-что. Денежный чек, парни. Это то, что вы получите прямо сейчас. Забудя о том, что мы будем думать о вас в будущем, давайте поговорим о сегодняшнем дне. Когда Джордж говорит, что этот бой ничего не значит для него, это звучит снисходительно, грубо и злобно. Но это очень подходит на него. Это не значит, что он не хочет этого боя. Я знаю, что Джордж хочет этого. Многие спросят, в каком весе они смогут драться. Джордж сам может спуститься в весе. Теперь, когда выяснилось, что Коннор просил Дану создать для него 165-фунтовый дивизион, Джордж может спуститься туда. Я скажу за него, он точно сделает это. Он сам поделился со мной этим. И я передаю вам, он спустится в 165 фунтов, если там будет Коннор. Мэйрбек Тайсумов планирует выступить на UFC 224. Напомню, что пару дней назад стало известно о том, что Мэйрбек не сможет выступить на турнире UFC 223 против Эвана Денема. По причине того, что американское посольство задержало процесс предоставления ему визы в США. Теперь он намерен принять участие в турнире UFC 224, который состоится 12 мая в Бразилии. Мне бы хотелось выступить на UFC 224, если Шон Шелби подыщет мне оппонента. Я нахожусь в отличной форме и готов провести бой. Конечно, если бы у меня была американская виза, я бы выступал каждые выходные, вместо того, чтобы ждать турнира в Европе или Бразилии. Холли Холм хочет реванша с Крис Сайборг и до сих пор ни разу не смотрела их прошлый бой. Несмотря на это, дочь проповедника уверена в своем желании снова подраться с чемпионкой полулегкого веса и реваншировать свое поражение. Я, несомненно, хочу этот реванш. Я еще не смотрел обои, но, возможно, посмотрю полностью, если начну новый тренировочный лагерь к реваншу с ней. В основном я видела и короткие отрывки из хайлайтов, где было только то, что она бьет меня. Но я знаю, что у меня было несколько своих хороших моментов, были хорошие четкие попадания. И в клинче я все делала правильно. Что же, в самое ближайшее время такого боя не стоит ждать, а вот в будущем вполне возможно. Известный однорукий боец Ник Ньюилл в минувшие выходные успешно вернулся в бои после почти трехлетнего перерыва. В рамках шоу LFA35 Ник одержал победу над Соней Луке. После своей победы Ньюилл заявил, что рассчитывает подписать контракт с UFC. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в нашей новой рубрике, где мы постарались собрать для вас новости за прошедшие сутки. Также не забывайте, что нужно подписаться на нас. Всем пока!